Сегодня в нашей передаче Брюс Хлебников, самый сильный мальчик планеты. Первый российский кинотеатр для очень важных персон. Очередной феноменальный рекорд Виктора Царёва. Гость студии король шпагата Владимир Тенеглазов. Здравствуйте, наши дорогие любители рекордов. За время, прошедшее с момента нашей последней передачи, рекордсмены продолжали удивлять мир. И сегодня мы расскажем о новых достижениях, которые, на наш взгляд, достойны вашего внимания. Герой первого сюжета, несмотря на свой юный возраст, уже достаточно известен как в России, так и за ее пределами своими просто былинными подвигами. Многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса сразу в нескольких номинациях. Самый сильный мальчик планеты Брюс Хлебников в очередной раз поразил воображение публики своими уникальными физическими возможностями. На этот раз Брюс Хлебников собрался удержать два рвущихся в противоположном направлении автомобиля, которые вполне были способны разорвать амбициозного мальчишку пополам. Многочисленным зрителям не терпелось стать свидетелями этой безумной затеи. И, пожалуй, единственной, кто сдерживал эмоции, по крайней мере, внешне, была мать выдающегося рекордсмена, которой было посвящено настоящие действия. Итак, когда интерес публики достиг наивысшего накала, появился и сам виновник, который без лишних проволочек по деловому стал опробовать готовность техники и ассистентов. Произошедшие затеи мы фиксировали одновременно с двух камер, так что вы во всех подробностях сможете рассмотреть детали этого феноменального рекорда. Первая попытка. Покрышки автомобилей задымились, пробуксовывая на месте. Но неожиданно Брюс Хлебников оказывается на земле. Как оказалось позже, была нарушена центровка натяжения. Не знавший до этого поражения рекордсмен снова на ногах и дает новые указания своим ассистентам. И вот вторая попытка. Все, стоп, стоп. Давай. И новый рекорд в задержании на противоходе двух легковых автомобилей установлен. Брюс Хлебников снова поверг в шок собравшихся зрителей. Мы не стали беспокоить юного киркулеса, дабы дать герою прийти в себя после схватки с двумя железными монстрами. Встреча с ним состоялась в одном из значных клубов Москвы, где в этот день Брюсу предстояло выступить со своей сонной программой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Брюс, это псевдоним или имя, которое дано от рождения? Конечно. Ну, моя мама просто в детстве любила смотреть фильм про Брюса Али. И когда я родился, она звала меня так. А потом чем-то и вы стали заниматься? Я с детства такой был шустрый. Ну, мама видела, что я такой очень активный, дрался все время во дворе, везде. И она меня в карате отдала. И я в карате позанимался год. Я две тренировки каждый день делал и с маленькими, и с взрослыми. Все то же самое, что взрослые делали. Мне тогда было, сколько мне было, 4 года. Потом я пошел в Ушу, и в Ушу занимался с 5 до 11 лет. Потом киокшинка я занимался, а сейчас борьбой. Всего понемножку. Последний понемножку. Брюс, сегодняшний очередной рекорд был посвящен женщинам. Почему с первого раза не получилось? Из-за того, что было огромное желание что-то сделать для женщин, или подтверждается русское пословице первым в Ленковом? Нет, просто из-за того, что водители были не очень хорошие. Когда водители профессионалы, это намного легче. Как бы сейчас что было? Сейчас один ехал, а другой стоял и глох. Они должны одновременно сдать натяг и одновременно тянуть. Вот то, что я вижу на руках, это последствия непрофессионализма водителей, или это нормальные вещи, которые происходят всегда? Это нормальные явления. Это вообще-то ерунда. Я когда... Я и в цирках выступал много раз, я там мотоцикл держал по три раза в день, у меня вообще здесь кожи не было. Потом я ездил когда в Владикавказ, я там три раза в день держал, лето было, на горячем-горячем асфальте, и резина еще такая у них хорошая была. И я три раза в день, в общем, держал эти машины. У меня вообще тут кожи не было. Мне больно вот так было прижать к себе. Плюс, я бы вас назвала бы не самые сильные юноши планеты, а человек-змея, который постоянно наращивает кожу, сбрасывает и наращивает ее. Да, может быть. Но у меня все, вот что я не резался, было я очень сильно, прям глубоко, или ногу порезал один раз, у меня очень быстро заживает. Там максимум неделя. Вот я смотрю, сзади волосы потрясающе длинные. Можно ваш хвостик сюда? Это для каких-то установлений очередных рекордов, или это просто, ну, даже не знаю, что и такое? Да нет, это как бы, я до школы вообще хотел, как в школу пойду, отстричь волосы. А когда в школу уже пошел, они длинные у меня были, и как-то мама сказала, жалко резать, давай оставим, посмотрим, докуда они вырастут. Ну, и как-то потом так, надо мной друзья просто прикольнулись. Я раньше руками тянул там, все, зубами таскал. А потом просто друзья надо мной, ну, не серьезно, прикольнулись, говорят, а попробуй волосами что-нибудь потянуть. Я как бы за шутку не принял и потянул. А что тянули? Ну, сначала я тянул там машины, потом джипы тянул, два джипа один раз в месяц тянул. Потом уже самолеты начал таскать, корабли всякие такие. Вот так вот просто, джипы, пятерки БМВ, самолеты, корабли. А ракеты еще не пробовали? Нет, еще нет. Ну что ж, спасибо большое, Брюс, успехов в будущем, и надеемся на будущие встречи и скорые встречи. Спасибо. You can do it! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы уже могли убедиться из наших предыдущих передач, что рекордсменами становятся не только отдельные граждане, но и целые коллективы, а подчас даже предприятия. Сегодня мы расскажем вам о достижении хорошо известного в Москве кинотеатра «Кодек Киномир», не так давно ставшего лауреатом Международной ассоциации рекордов и достижений, как первый ВИП-кинотеатр России. Двери в этот день открывались далеко не перед всеми. Узаконенному с этого дня ВИП-кинотеатру и гости полагались ВИП, в число которых, разумеется, была включена и наша съемочная группа. Пока приглашенные счастливчики наслаждались предложенным пушетом, мы постарались получше рассмотреть нововведение модного кинотеатра. В ожидании начала торжественного мероприятия наша съемочная группа с любопытством наблюдала подробности ВИП-клусовки и сделала для себя интересное открытие. Среди приглашенных ВИП-ов оказались не просто очень важные персоны, а очень-очень важные персоны, коих устроители препровождали в отдельный застегленный аквариум, вознесенный над головами остальных. Затем собравшиеся были приглашены в зал, где в помпезной обстановке президент Международной ассоциации рекордов и достижений Галина Сверщук вручила Киномиру заслуженную награду и диплом, зафиксировавший этот риум отечественного кинопрофора. Победителем вручает какого победителя? Книга «Богиня победы» И памятный диплом. Позвольте я всем вам прочту надпись этого диплома. Награждается кинопеатр «Кинопир» за рекордное достижение в номинации первых в виде кинопеатра Российской Федерации. Данная информация внесена в российскую книгу рекордов и достижений. Поздравляю вас! Поздравляю вас! Одним из заметных событий рекордсменского движения за отчетный период стал 28-й по счету рекорд нашего давнего знакомого Виктора Царева, который на прошедшей неделе заставил посетителей Всероссийского выставочного центра с замиранием сердца наблюдать за своим очередным достижением, которое мы и не применули зафиксировать для вас. День для рекорда выдался прохладным и вселучным. Мы, оказавшись на месте события, не теряя времени, расчехлили свои камеры в ожидании прибытия именитого рекордсмена. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте! Как у вас дела? Ну, все хорошо, настроены по-боевому. Поставим новый уникальный трюк с четырьмя мячами. Впервые в мире никто еще не делал такого. Время, подготовка долгое время заняло? Ну, примерно полтора месяца. Стихи будут? Стихов не будет сегодня, потому что на напряженный момент нужно сделать просто трюк, выполнить четырьмя мячами. А стихи уже будут в следующий раз, когда это освоим. Ну, после трюка вы нам прочтете? Хорошо. Что-нибудь. Успехов! Все, побежал. Давайте. Прошу вас за Виктором Царевым. Переполненный павильон спорта на ВВЦ давал все основания предполагать, что установление нынешнего рекорда другом нашей передачи Виктором Царевым пройдет при переаншлаге. А интерес к этому событию прессы можно было оценить по количеству аккредитованных корреспондентов. После соблюдения всех формальностей и непродолжительной разминки легендарный Виктор Царев начал свой многофункциональный марафон. А нам, как и многочисленным зрителям, оставалось только с восхищением наблюдать за его фантастической координацией. Играет музыка. 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 Последний удар И 28-й рекорд Виктора Царева уже навсегда вписан в историю мировых достижений Что нужно для счастья? Какая игра? Что сделать сегодня прекрасней вчера? Какой приготовить на завтра урок пред Господом Богом, поверив в итог? Что чудо свершится и вновь небеса к земле обратившись найдут адреса всех тех, кто не сдался, ударом утрат, искал и достоин желанных наград И я отвечаю, все дело любви, с любовью к живущим на свете живи, любви свою родину, дом свой родной, любовь поведет тебя верной тропой Будь сильным и добрым, к вершинам примись и станет доступной желанная ввысь И наконец я рада представить вам гости нашей программы Исполнители уникальных, не имеющих аналогов в мире трюков Авторы и создатели уникальной системы растяжки Многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Короля шпагата Владимира Синеглазова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Король шпагата Владимир Синеглазов Владимир, расскажите о себе В общем, мне 44 года За 14 лет я поставил массу уникальных трюков Которые повторить не смог никто в мире Тем более в нашей стране Мне удалось разработать методику Растяжки шпагата гимнастического Собственную Которую позволяет в любом возрасте Любому человеку Не в зависимости от данных Сделать этот замечательный Многим кажущийся таким Вожделенным шпагат Хорошо, шпагат Это ассоциируется именно с женщинами С гимнастами С очень классичными людьми Но вы такой солидный мужчина Почему именно шпагат? Ясно Это дело было в 80-м году Тогда был бум карате В общем, это было Всяхватывающие, скажем так, занятия Все занимались этим Я пришел в спортзал Мне сказали Володя, ты занимался, конечно, много лет боксом Но вот шпагат Это очень сложно В карате очень важен шпагат Я говорю, ну а в чем же дело? Ну, видишь ли, возраст уже не тот, не нежный И потому с этим будут проблемы Сказал, ребята Главное, чтобы было желание Через год я вам сделаю все шпагаты Вы это сами увидите Они говорят, да вряд ли Я говорю, ну хорошо, я не прощаюсь Через год я говорю, я вам все покажу Будет великолепно Пришел, показал все шпагаты Сделал, у них челюсть отвисла Потому что многие Те, кто уже вел тренерскую работу Давно для них Оказалось за семью печатями Вот это умение, скажем Они не смогли сделать шпагат Я делал через год Потом появился театр силы Я проработал там где-то полтора года Где-то вот так Мы ездили тогда еще по Союзу Это было при госкому спорте СССР Было совершенно замечательно Это была великолепная альтернатива цирку Где, в общем, скажем так Семейственность очень сильно развита Там, в общем, туда влезть очень сложно Даже с такими, скажем, могучими способностями Туда сложно было пролезть А это было совершенно замечательно Была совершенно замечательная организация В том плане, что от тебя требовалось только умение Если ты можешь действительно лучше всех Если ты действительно лучше Все, те ворота открыли Никаких протекций, ничего Все замечательно совершенно Люди воспринимают всегда это великолепно То есть все прекрасно было Кто был по знаку зодиака? Рыба Рыба? Да Я, честно говоря, думала, что вы такой упертый знак Который достигает с него Ваша методика шпагата Вы какие-нибудь книги читали И вы ли только основывались на своем физическом ощущении Того, что вы должны сделать? Значит, получилось так Когда я начал этим всем заниматься Я попробовал пройти по старым методикам Совершенно ничего не дает То есть, ну что такое фотография, показывающая Как нужно делать какое-то упражнение Она не дает Она не дает ни физического Ни психологического плана То есть, ничего не дает Она не раскрывает эти тонкости Что такое? Мы видим, как это сделал Ну, я выйду сейчас за минуту Сразу хлопну в шпагат Для человека, который этим не занимался Допустим, он же не выйдет и не сделает Для него это будет непонятно Как? Что? А в этой теме именно главное То есть, я как бы не открою сейчас тайны Умение мысленно расслабляться Мысленно, вот именно мысленно Это примерно схоже, допустим, с черчением Таким, знаете, простейшим вариантом Мы же видим, допустим, куб Мы можем представить там Сторону, которую нам как бы невидима И начертить ее Примерно то же самое идет от этого И плюс понимание вот этих движений Скажем, что, зачем делается Как ощущения внутренние Как работает связка организма Вот это важно Когда человек вооружен вот этим знанием Он спокойно просто делает свое дело И результат он само собой как бы будет То есть Но вы же должны чувствовать каждую мышцу Которая у вас прорабатывается Кто вам давал такие наставления Или только опять же Только сам Ощущения свои Только сам Вы считаете, ваша методика подходит для любого человека Или для конкретно для вас Как вы ощущаете свое тело? Вот как раз это дело я опробировал на друзьях Они согласились сразу? Дело в том, что мои друзья Большинство, они спортсмены профессиональные Все профессиональные спортсмены Ну, то, что платят кому-то зарплату Или не платят Важен подход Они профессионалы по сути Вот, и многие занимались Восточными единоборствами У них были проблемы со шпагатом Вот я им сказал Ребята, я вам помогу Объяснил, как, что И люди, которым казалось Что они от природы настолько дубовые Что реально никаких-то подвижек Ожидать невозможно в этом деле Вот, они действительно прогрессировали Многие сели в шпагат То есть, все нормально Работает методика Все прекрасно Я когда смотрю на футболистов Там из Евро каких-то там Еще что-то там Наших футболистов Которые разминаются Перед матчем Мне их становится жалко Они делают такие травмоопасные Там какие-то разминочные упражнения Которые вообще там не нужны То есть, если были вооружены Вот этим пониманием Как это делать Все это делалось бы с удовольствием И легко Вы сидите перед телевизором И наблюдаете Весь этот ужас Как говорится Как они разминаются Вам не приходило в голову Предложить свою методику Для сборных команд Чтобы они Классно размялись Перед матчем Ну, видите ли Дело в том, что Я занимался очень много благотворительностью Я выступал везде То есть, я выступал В тюрьмах Я выступал перед солдатами Я выступал в детских домах Бесплатно То есть, никаких делов Они нуждались в вашей методике? Им было интересно Видеть выступление Но я хочу сказать, что Я бы отдал эту методику Да Но опять, это работа Это труд Нас все призывают Давайте жить по-американски Давайте заниматься коммерцией Но почему Допустим Добывать нефть Или там печь пирожки Это считается работой А то, что делаю я Рискую здоровьем Или там За 20 с лишним лет Я разработал методику И там ее, скажем Выстраивал Выстраивал Там оттачивал Это не считается работой Ну, это смешно, правильно И в то же время грустно Я бы, может быть, и хотел Но я не хочу отдавать это за так Скажем так Это было бы просто неуважением К тому, что делал когда-то И делаю То есть, к моей работе Ну, а что вам мешает запатентовать Свою методику Написать книгу И соблюдать авторские права? Вот я вам скажу Все настолько сложно экономически В этой жизни Да тут вообще просто Дальше некуда Я говорю Вот только наше Могучая, веселая страна Почему у нас в стране Рождаются такие люди? Объясню 100% Западные это не поймут Почему? У нас постоянные трудности Мы живем постоянно в трудностях Наша страна Она просто Ее второе имя Трудность Вот У нас все это создается И потому Только у нас Могут люди родиться С таким пытливым умом Там до чего-то докапываться Прочее За границей Как скучно Он родился там У него уже родители Которые знают Куда он пойдет Там что надо вложить И как сделать Чтобы он стал вот тем-то Тем-то кем-то Да Ну если он стал вообще Нулевым Или ничего не смог сделать Ну да бог с ним Будет жить на пособии Или еще как-то У нас же этого нет Мы же все вот так Мы все там постоянно В какой-то Заморочке Только у нас Это может возникнуть Вот и все Вы выступали Со своей уникальной методикой В каких странах? Значит Чехия Германия И все Больше пока Никуда не удалось Выехать Я был как Матрос Загранзабега Во Франции Тунисе В Италии Все Где вы Где вы Установили Ваши Мировые рекорды? Сейчас скажу Значит Четыре рекорда Были Как мировые Внесены в 98 году На фестивале В чешскую книгу Рекордов Гиннеса Значит Масса трюков Здесь она внесена В России Значит В книгу Дива Это российский аналог Мне он тоже симпатичен В том плане Что там Не как в американской книге Там нет такого Кто больше скушал Кто дальше плюнул Мне вот это больше нравится Скажем так То есть тут надо Реально трудиться Да Для достижения Какого-то рекорда Да Вот это мне больше По душе Скажем их подход Плюс В общем Здесь для телевидения Много очень делал рекордов Ну Один из них Вот он внесен В книгу Дива Значит На мне ассистент В провисе Весящий Значит 75 килограмм Вжал штангу Весом 52 килограмма А также Значит Были еще рекорды Дмитрий Сергей Махонин Значит Плюс еще там Ребята Ассистенты Значит Дмитрий Жал на мне Две 24-ки То есть На сидящем В провисе Пять раз Я думаю Я думаю Наши телезрители Не очень понимают Что такое провис Что такое провис Но вы сейчас нам все это продемонстрируете Я надеюсь Да Да конечно И давайте мы обетим Что такое провис Конечно Провис Это когда стоят два стула В шпагате В поперечном Промежном Находится атлет Вот это провис Это поперечный шпагат Да Я тут Я прочитала Здесь у вас Еще и вертикальный Шпагат Это что такое Да Вертикальный шпагат Это элемент Который выполняют Все мастера спорта По гимнастике В своих вольных упражнениях Стоим на опорной ноге Вторая нога Вытянута вверх И удерживается рукой В этом положении Я жал 32 килограммовую гирю Гирю второй рукой Которая была свободна Да Еще кто-нибудь повторял Ваши рекорды Вот именно шпагат Поперечный в провисе Вы знаете Дело в том Что никто не сидит Так как сижу я То есть Как Значит Ноги близко к краю То есть не то что Ноги близко к краю Это я так понимаю Ступни Близко к краю Да То есть у вас Опор на стуле Практически минимальный Да Минимальная Скажем так Как опора на стуле Плюс К этому Отрицательный шпагат Что такое шпагат Это просто Допустим Горизонтальный шпагат Да А отрицательный Это когда угол уходит вниз Вот это отрицательный Шпагат Так не делает никто Ни в этой стране Ни в этой стране Ни где-то еще Ну представьте Ван Дамм Ну он хороший Конечно там Артист Проще То есть все Ну он сидит Очень так скромненько В этом шпагате Хотя может быть Ему это особо не нужно Он все таки молодец Там где-то В кинематографе Добился чего-то Молодец Так что вот так А наша страна Она богатая Она талантами Раскидывается То есть это Голливуд Отдыхает По стране В этом плане Как и нечего делать Да если что-то сыграть Как здрасте Хоть Шипспира Без проблем Субтитры сделал DimaTorzok 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 На этом наша передача подошла к концу И если рекордомания овладела вами Пишите, звоните А мы сделаем все возможное Чтобы страна узнала своего героя